Ну и много вопросов было в почте тоже на той неделе на одну и ту же тему, каким образом подготовить ваши файлы к интернет-релизу. Интернет-релиз сегодня это что? Это выкладывание на какие-то сайты в 99% случаев в форматах со сжатием. То есть это может быть AAC, это может быть MP3. Форматы могут быть разные, но так или иначе все они связаны со сжатием данных, соответственно с жесткой достаточно фильтрацией звука. Поэтому, чтобы наше кодирование в формат со сжатием произошло с минимальным изменением вашего исходного сигнала, мы должны предпринять какие-то для этого специальные меры. Что произойдет, если обычный трек, который мы подготавливали для издания на CD, мы просто закодируем в формат MP3, ничего с ним не делая. Давайте возьмем тот же самый наш трек. Что мы здесь видим? Что у нас есть некий хидрум, запас по уровню. Вот здесь мы его видим. То есть все пики у нас находятся на уровне минус 0,3 децибела, что в общем достаточно традиционно для CD-релиз. Вот. Давайте закодируем его в формат MP3 с хорошим качеством. Не знаю, 320 максимум у нас есть. Ну и давайте посмотрим, что у нас при этом произошло с уровнями. Вот он у нас, 320. То есть в какие-то моменты мы видим, что у нас возникают оверы, то есть уровень сигнала на самом деле превышает 0 децибел, что вызывает нелинейные искажения. Не, в данном случае достаточно незначительные. Почему? Потому что, во-первых, этих оверов не так много. Посмотрите. Вот. Во-вторых, на такого рода материале, в принципе, они не очень заметны. А если у нас сжатие происходит не с высоким битрейтом, а с более низким, давайте посмотрим, как это себя поведет в случае, если мы выставим в дежурную для интернет-релизов и изданий на CD-ROM-ах 192 километра. Что произошло с исходником? Смотрите, уже овер как бы горит на самом деле гораздо чаще. С уменьшением потока более жесткая фильтрация дает больше выбросов. Можно даже вот сравнить, они, по идее, должны чуть по звуку различаться. Ну, наверное, да. Значит, опять берем исходник. Давайте попробуем его свернуть в явно плохое качество. Там. Сколько там? 96. Есть. Вот он. Все. Он у нас состоит уже из сплошных перегрузок. То есть чаще всего, на самом деле, особенно загружая на сайты, которые сами конвертируют в какую-то частоту, и вы не можете управлять параметрами этой конвертации, и вы, в общем, часто даже не знаете, какую частоту этот сайт выберет. Значит, что мы должны сделать, чтобы не возникали у нас эти нелинейные искажения? Мы должны обеспечить некий запас по уровню. Таким образом, чтобы при конвертации у нас не возникало клиппинга. Значит, почему он возникает? Собственно говоря, клиппинг в этой ситуации. Ведь исходный уровень у нас был меньше нуля полной шкауты. Потому что при фильтрации за счет интерсэмпловых пиков, которые у нас существуют в этой фонограмме, и которые превышают не только значение 0,3 децибела, которое мы выставили в качестве абсолютного пика, но и, в принципе, они могут превышать значение 0 децибел, что, собственно, и приводит к появлению этого клиппинга. Давайте посмотрим, чем мы можем увидеть. Мы можем увидеть это каким-либо устройством, которое у нас позволяет показать вот эти наши интерсэмпловые пики. И ограничить их каким-то лимитером, который будет ограничивать наши пики не только с учетом абсолютных значений сэмплов, но и с учетом интерсэмпловых пиков, которые возникают между этими сэмплами. Таких лимитеров у нас несколько. Вот один из них – изотоп. Давайте посмотрим. У нас наша фонограмма, ее уровень у нас минус 0,3 децибела. То есть, в принципе, если мы вот здесь поставим минус 0,3 децибела, то наша фонограмма нигде его не превышает. То есть, никаких срабатываний у нас здесь быть не должно. Давайте вот выключим интерсэмпловый детектор. Ну, их и нет. Ну, вот нет, кстати, никаких срабатываний. Вот. А если мы его включим? Да мы увидим, что там они есть. Есть интерсэмпловые превышения, которые у нас, ну, в данном случае доходят до полу децибела. И они могут быть больше в каком случае? Если вы использовали лимитер какого-то другого типа. Они могут быть больше, если у вас есть звуки определенного характера. В фонограмме вашей, если вы определенные сэмплы использовали, скажем, там в хип-хопе, вот эти тяжелые искаженные бочки, которые получаются, да, они дают интерсэмпловые превышения в этих случаях не в десятые доли децибела, а гораздо больше. Значит, первое, что мы должны сделать, мы должны ограничить интерсэмпловые пики. Второе, что мы должны сделать, мы должны оставить какой-то запас для последующего процесса кодирования, чтобы при декодировании превышение уровня, вот эти, они не вызывали появление нелинейных искажений. Значит, какой запас достаточен? То есть сколько ему нужно оставить? С одной стороны, понятно, мы же не хотим, чтобы оно тихо играло. Вот, а с другой стороны, если вы хотите максимально сохранить исходный ваш звук, то его придется делать немножко тише. Ну, давайте сделаем один децибел, так вот здесь, то есть на входе порог мы оставим 0,3, а на выходе оставим запас в один децибел. И посмотрим, что, как бы у нас получится, достаточно ли этого запаса для этой фонограммы. Значит, опять делаем миксдаун уже только через изотоп, вот с такими вот установками, с включенным интерсэмпловым детектором. Вот, и посмотрим, что у нас происходит в случае кодирования с такими установками изотопа 320 килобитов. Смотрите, у нас выходной уровень был выставлен минус 1 децибел, а фактически после кодирования и кодирования он уже где-то почти на децибел выше, то есть мы, в общем, на пределе находимся. Вот минус 1 сотая была. Ни одного превышения нет, здесь мы видим. То есть наша фонограмма максимально, в общем-то, приближена к нашему исходнику. Можно попытаться сравнить с тем же на 320, да, который у нас был без изотопа. Как мы видим, мы практически ничего не потеряли в громкости. Практически мы ничего не потеряли в громкости. И, тем не менее, во втором варианте у нас нет клиппинга. Ну и давайте теперь попробуем то же самое сделать с совсем низким битрейтом. Мы видим, все равно мы здесь получили нелинейные наши искажения. О чем это говорит? Чем ниже целевой битрейт, тем больше должен быть запас по уровню. То есть в данном случае нам не хватило даже децибела. Это вещи, которые вы, в общем, должны проверять перед вашим релизом. То есть чем ниже битрейт, тем больше искажений. Просто понятно, что в качестве 96, наверное, это уже даже и не имеет какого-то значения. А вот в варианте высоких битрейтов, то есть 256, 320 и так далее. Как мы видим, есть смысл делать какой-то запас по уровню, потому что по громкости мы практически ничего не теряем. А искажений у нас становится меньше. Ну и многие спрашивают, в чем смысл значка Mastered for iTunes в магазине iTunes в Apple. В том, что все файлы, которые продаются с этим значком, они прошли специальную проверку утилитами, которые свободно лежат на сайте Apple. Вы их можете сами скачать. На отсутствие вот таких интерсэмпловых пиков после процесса кодирования и декодирования. Это первый очень важный технический момент. Второй момент – это считается, что потребитель будет слушать эти файлы с использованием функции SoundCheck у него в плеере, которая автоматически выравнивает по громкости файлы между собой. И, соответственно, их не нужно так сильно компрессировать, потому что ваши перекомпрессированные файлы станут просто тише. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз, потому что тема сама по себе заслуживает отдельного разговора. Спасибо.